Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк были разными людьми и по характеру и по мировоззрению. Утонченная аристократка и простой парень из далекой сибирской деревни. Казалось им никогда не быть вместе. Когда Михаил только начинал свою карьеру, Алла уже блистала на экране, считалась одной из первых красавиц Москвы. Да к тому же была замужем за звездным актером Николаем Крючковым и у них Россын. Красавица актриса даже не подозревала, что в нее влюблен тогда еще робкий юноша Миша Ульянов. Но именно благодаря этой юношеской любви Михаил твердо решил сниматься в кино, хотя в глубине души он понимал, что Алла для него недосягаема. Но это не помешало ему в будущем идти до конца. С любовью всей своей жизни Михаил познакомился в театре, где оба занимались творчеством. Еще во время учебы Михаил увлекся Ниной Нехлопоченко. Между молодыми людьми сложились на первый взгляд довольно серьезные отношения. Однокурсники были уверены, что пара в скором времени сыграет свадьбу. Страстный роман закончился не так, как хотел Михаил. Девушка ему изменила, а потом заявила, что больше его не любит. Несмотря на боль и отчаяние, Ульянов отпустил Нину. И тут в его жизни появляется Алла. С каждым днем в душе Михаила все больше и больше возгоралось пламя любви к красавице. Целых долгих четыре года он добивался своей мечты. А в 1959 году повел свою возлюбленную в ЗАГС. Когда Михаил решил покорять Москву, экзамены во все театральные вузы были провалены. Не зная, как быть, по совету товарища он отправился в последнюю инстанцию Щукинское училище. И его наконец-то взяли. Студенческая жизнь хоть и была голодной, но также была безумно интересной. Ульянов почувствовал себя баловнем судьбы. После окончания курса самые талантливые выпускники попали в театр имени Вахтангова. В их числе оказался и Михаил, продолжавший видеть в ночных сновидениях Аллу. После свадьбы в том же году у пары родилась дочь Елена. Семья жила в небольшой квартире родителей Аллы, пока им не выдали собственную жилплощадь. Интересный факт, первое свидание Михаила и Аллы состоялось на лыжах. Большего пока начинающий и небогатый актер позволить не мог, а удивить хотелось. И удивил. Начали встречаться, Михаил быстро привязался к сыну Аллы и реакция актрисы не заставила себя ждать. Ведь к тому времени ее брак сыпался на глазах. С появлением ребенка, звездный муж Аллы перестал обращать внимание на красавицу жену, а вниманием молоденьких поклонниц он никогда не был обделен. Алла все больше разочаровывалась в браке с каждым новым романом мужа. И тут появляется Михаил со своей мальчишеской любовью, да еще и сыном нашел общий язык. Это, скорее всего, и было главным аргументом в выборе Аллы. За ней, конечно, ухаживали мужчины, но Алла была в первую очередь мать, а уже потом звезда актриса. Это потом к ней придет настоящая любовь к Михаилу, а пока была только нежность, привязанность и немного чувства благодарности. Конечно, не всегда все складывалось гладко у семьи. И в какой-то период Михаил пристрастился к алкоголю, иногда пропадая на целые сутки. Сколько раз она носилась по всей Москве, разыскивая мужа. И однажды ее терпение лопнуло, и она пригрозила Михаилу, что покончит с собой, если он продолжит и дальше в том же духе. Как-то придя домой на веселе, он увидел жену на подоконнике и понял, что она не шутит. Вот тогда он испугался и решил раз и навсегда покончить с вредным пристрастием, стал во всем повиноваться жене, и так было все 50 лет. Мир и гармония снова вернулись в семью. Рядом с интеллигентной, манерной и тонко чувствовавшей женой, Михаил незаметно для себя и сам стал меняться. Он перестал быть простым сибирским пареньком и был этому несказанно рад. Став мужественным и представительным мужчиной, он до последнего вздоха любил свою жену без границ. И Алла по-настоящему любила. Расставшись с блестящей карьерой, ни разу не приревновала мужа к его успехам. Хотя бывала и могла повысить голос, но все же относилась к нему с теплом и уважением. Дочка росла в атмосфере любви и заботы, ощущая на себе безмерную привязанность отца. А друзья актеров шутили, что суровый маршал Жуков Ульянов был таким лишь на экране, а в домашней жизни являлся исполнителем приказов ненаглядной Аллочки, и ради нее он готов был на все. Перестав пропадать на гулянках, Ульянов превратился в самого заботливого отца. Он даже отлучался с работы, чтобы занести в школу запасные ботинки для малышки, если на улице начинался дождь. Когда дочь подросла, он ни разу не лег спать до возвращения Лены домой. Причем Алла давно могла видеть десятый сон, полностью рассчитывая на мужа. Он же поддерживал жену в любых ее начинаниях. Будь то благоустройство дачного участка или коллекционирование антикварной мебели, которую Ульянов таскал с помоек на собственных плечах. Супруги не растратили свои чувства за полвека прочного семейного счастья. Когда Михаил Александрович серьезно заболел, Алла преданно и бережно за ним ухаживала. В последние годы жизни Михаил Александрович болел, но продолжал выходить на сцену и сниматься в кино. О своих недугах никому не говорил. Хотя болезнь Паркинсона быстро прогрессировала, ему стало тяжело ходить, появились проблемы с сосудами. В 2006 году его отправили на отдых в Кинишму, откуда с острым приступом боли актера доставили на вертолете в московскую клинику. Там он перенес две операции. На следующий год Ульянова госпитализировали в Центральную клиническую больницу, где врачи обнаружили у него целый букет заболеваний. Народному артисту предложили срочную операцию, но он отказался. 26 марта 2007 года Михаила Ульянова не стало. Похоронили актера с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Вскоре его жену Аллу разбил тяжелейший инсульт. Не приходя в сознание, она ушла вслед за любимым мужем. После его смерти она смогла прожить лишь два месяца. Субтитры создавал DimaTorzok